Атлантический океан, 30 километров от побережья Нигерии, полшестого утра. Ночной экипаж буксира Jackson 4, борясь с сильнейшим штормом, выводит танкер к нефтяной платформе. Корабельный кок Харрисон Акене, как всегда, встал рано и в одних трусах направляется в туалет, держась обеими руками за стену, чтобы сохранить равновесие в штормовой болтанке. В этот момент особенно сильная волна ударяет в Джексон и одним движением переворачивает буксир с 12 людьми на борту к верху хилем. Корабль начинает тонуть. Привет, с вами профессор Гуглов, и сегодня я вам расскажу, как один человек смог совсем один прожить на дне океана три дня. Харрисон выбрался из туалета и вместе с тремя другими членами экипажа попытался сориентироваться в перевернутом пространстве и добраться до люка аварийного выхода. Но слабый поначалу поток быстро набрал силу по мере того, как корабль уходил глубже под воду. Внезапно вода ударила в полную силу и пронеслась по коридору, сметая и расшвыривая попадавшихся людей. Харрисон в ужасе наблюдал, как одного за другим убило трех его товарищей, шедших впереди. Самого повара напором воды отбросило в соседний туалет. Вода пребывала медленно, но неуклонно. И заполняла тесную комнату. Воздушный карман под потолком становился все меньше. Я находился в воде, в полной темноте, понимая, что это конец моей жизни. Я думал, что вода затопит полностью помещение, и я утонул. Однако это не произошло. Расскажет Харрисон позже в интервью. Повар не знал, что по невероятному стечению обстоятельств корабль повис на буксировочном тросе и остановился на глубине в 30 метров. В подводной ловушке повару предстояло провести примерно три дня. «Вокруг меня была темнота и стоял шум. Я плакал и взывал к Иисусу, чтобы он спас меня. Я молился так сильно. Я был так голоден и так замерз. Я молился, чтобы увидеть хоть какой-нибудь свет», – вспоминает Харрисон. Через некоторое время он нашел в себе силы, чтобы на ощупь поискать путь в соседнюю каюту. Повар надеялся найти что-нибудь плавучее, чтобы удержать голову над поверхностью воды. В каюте Харрисон оторвал со стены несколько плавучих панелей и соорудил из них некое подобие плота, чтобы вытащить свое тело из воды и замедлить охлаждение организма. «Я был голоден, но больше всего я хотел пить. Соленая вода отслоила кожу от моего языка», – вспоминает моряк. «Кроме бутылки колы, которую нашел Харрисон, в течение 62 часов он ничего не ел и не пил. Было очень, очень холодно и темно. Я ничего не видел, но я ощущал вокруг себя тела мертвых членов моего экипажа. Я чувствовал их запах. Потом пришли рыбы и начали их есть. Я слышал этот звук. Это было ужасно». Замерзая все больше, Харрисон прокручивал перед глазами пленку своей жизни, вспоминая маму, друзей и свою жену. Через день они должны были отметить пятую годовщину свадьбы. Каждый вечер жена посылала супругу сообщения с текстом из Библии, чтобы Харрисон читал их на ночь. Накануне вечером повар читал псалтир, псалмы с 54 по 92. Моряк по памяти вспоминал псалмы и повторял их один за другим, умоляя Бога о помощи. «Я молился около сотни раз», — вспоминает Харрисон. «Когда я уставал, я просто звал Бога по имени и надеялся на божественную помощь». На вторые сутки, умирающий от холода, голода, обезвоживания и удушья, моряк услышал звук корабельного двигателя. Харрисон находился в отдельной части корабля и понял, что, судя по звуку, дайверы работают слишком далеко, чтобы его найти. Хотя выживший и стучал молотком по обшивке, его не услышали. Через некоторое время работы стихли и звук мотора начал удаляться. Это были водолазы из DCN Global Diving. Дайверов наняла West African Ventures, компания-владелец буксира, чтобы поднять тела погибших моряков на поверхность. Официально 12 членов экипажа числились пропавшими без вести, но неофициально их уже считали мертвыми. За первый день работы удалось найти 10 тел. Родственникам всех моряков сообщили о смерти. Среди погибших был и гражданин Украины. По одним данным, капитан, по другим – старший механик. К вечеру погода снова ухудшилась, и корабль водолазов отошел, решив продолжить поиски на следующий день. Харрисон не знал, сколько прошло времени, но он снова услышал работу инструментов, а затем почувствовал движение воды и увидел свет водолазного фонаря, когда дайвер проплывал мимо его каюты. Кок сначала не решался покинуть свое убежище, побоявшись, что дайвер от неожиданности может ударить его ножом. Но потом он опустился в воду и дотронулся до плеча водолаза. Тот вздрогнул от страха. Я отплыл назад и просто держал руку в воде и махал ей перед его камерой, надеясь, что люди наверху увидят картинку, вспоминает Харрисон. Испытанное им тогда облегчение все еще заметно на его лице сегодня, когда он рассказывает об этом моменте. Тогда он думал, что находится на дне Атлантического океана. Что за... А ты нашел одного, да? Здесь что-то живое. Он жив, он жив. Дайвер и Харрисон держали друг друга за руки. Просто, просто, просто держи его там, окей? Не знаю, что я теперь буду делать. Рассказывает Джен Чемберлен, один из руководителей операции. Первоначально мы готовились к операции по поиску тел погибших. Мы никак не ожидали, что кто-нибудь мог выжить под водой спустя так много времени. Когда мы наверху узнали, что есть выживший, это полностью изменило всю концепцию и началась операция по спасению. Теперь предстояло поднять Харрисона на поверхность и при этом не убить. Дело в том, что на 30 метрах глубины давление достигает 4 атмосфер. При обычном давлении человеческое тело успевает перерабатывать и выводить весь азот, который поступает во время дыхания. При давлении в 4 атмосферы с каждым вдохом в тело поступает в 4 раза больше этого газа и азот начинает накапливаться в ткани. За 62 часа под водой тело Харрисона растворило столько азота, что если бы его просто подняли на поверхность, то весь этот газ стремительно бы выделился в кровь. Произошло бы примерно то же самое, что происходит с банкой газировки, если его хорошо потрясти и резко вскрыть. Для легких мозга и сердца моментальное вспенивание означало бы несовместимую с жизнью травму. Поэтому Харрисону объяснили, как пользоваться дайверским оборудованием, одели в костюм и буквально за руку осторожно вывели из корабля. Дайвер боялся, что Харрисон запаникует, и поэтому постоянно подбадривал его и жестами спрашивал, как дела. Но повар был на удивление спокоен, несмотря на то, что пользовался аквалангом первый раз в жизни. Вместе со своим спасителем они доплыли до водолазного колокола, где Харрисон провел еще два дня. Все это время давление в колоколе постепенно снижалось с 4 до 1 атмосферы, давая возможность азоту плавно покинуть тело. После декомпрессии Харрисона подняли на поверхность, и сегодня он жив и здоров. Выжить спустя такое большое время на такой глубине это феноменальный случай, считает консультант из ПАДИ, профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу. В любительском дайвинге на таких глубинах рекомендовано проводить не более 20 минут. Пол Макдональд, офицер водолазного корабля, осуществившего спасение, тоже назвал произошедшее экстраординарным событием. Как вода не заполнила этот карман, остается только гадать. Я бы сказал, что за этим человеком кто-то присматривает, считает Пол. Сам повар точно уверен, что прибывающую воду остановило чудо. Я знаю, что помешало воде заполнить ту комнату. Я взывал к Богу. Он это сделал. Это было чудо. На данный момент Харрисон Акеня, вероятно, стал человеком, который дольше всех пробовал в подводной ловушке и остался жив. А видеозапись, сделанная во время спасательной операции, уже разлетелась по интернету и собирает тысячи просмотров. На ней зафиксированы страх, шок и радость спасателей, обнаруживших, что он жив. Но воспоминания о катастрофе все еще преследуют Харрисона. И он не уверен в том, что когда-нибудь отважится снова выйти в море. Иногда дома мне кажется, что кровать, в которой я сплю, тонет. Мне кажется, что я все еще там, в море. Я вскакиваю и кричу. Обладая минимумом навыков, титанической решимостью и невероятной удачей, Акеня смог пережить чудовищные испытания. Он и герои следующих историй, о которых я хочу вам рассказать, смогли доказать своим примером, что за жизнь стоит бороться даже тогда, когда шансов на успех, кажется, нет. Александр Ковалев. Житель Сибири, Александр Ковалев работал в деревне Береговая. В сентябре 2017 года он на своем грузовике уехал на работу и пропал без вести. Местные забили тревогу, когда увидели автомобиль и очки Ковалева в кабине. Он без них никуда не ходил, потому что плохо видел. Александра не было почти две недели. Для таежных сибирских лесов это критический срок. Но мужчине удалось выбраться из леса, дойти до трассы, там его и подобрал проезжавший мимо автомобиль. Как Ковалеву удалось продержаться в тайге так долго без еды, воды, на холоде и в окружении хищников? Он не смог ответить на этот вопрос. Мужчина не понимал, что случилось, как он оказался в лесу. У Александра были обморожены ноги, поэтому его срочно госпитализировали. Врачи называли чудом одно то, что он выжил. Лиза Террис. Не менее удивительная история выживания произошла летом 2017 года на другом конце планеты и тоже в лесу. Ее героиня 25-летняя Лиза Террис – студентка. Она пропала средь белого дня, сокурсники и родители забили тревогу. Девушку тщетно искали почти две недели, а после признали погибшей. Лиза нашлась через 28 дней. Девушка вспомнила, как к ней подошли два незнакомца, в какой-то момент у нее потемнело в глазах, поплыло, и она потеряла сознание. Очнулась в лесу, без одежды, обуви и без очков. Босая, голодная и незрячая, она бродила по лесу, опираясь на ветку. Питалась ягодами и грибами, воду пила из лужиц. Студентка расцарапала ноги, ее тело искусали насекомые, она была истощена. Позднее врачи скажут, что она потеряла 18 килограмм. Каким-то чудом, после месячных скитаний, девушка добралась до шоссе и упала без сознания. К счастью, проезжавший мимо водителя казался неравнодушным. Остановился и вызвал службу спасения. Те уже передали Лизу врачам. Роберт Эванс О таких, как Роберт Эванс, говорят, что они родились в рубашке. Дважды за день он попал под колеса и отделался штрафом. 46-летний Роберт живет в Болдере, в американском штате Колорадо. В тот день он ехал на велосипеде, как обычно. Мужчина переезжал через перекресток на свой сигнал светофора и не понял, как оказался под колесами легкового автомобиля. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Скорая помощь, прибывшая на место ДТП, забрала пострадавшего в госпиталь. После осмотра выяснилось, что он отделался легкими ушибами. Роберта отпустили домой, но через 6 часов та же бригада скорой помощи повторно доставила его в госпиталь. И снова, как пострадавшего, на этот раз Эванс попал под колеса ЖД состава, транспортировавшего уголь. Полицейские обнаружили его под железнодорожным мостом. И снова Эванс оделся ушибами и штрафом за пересечение моста в неположенном месте. Пешеходам и велосипедистам проход там запрещен. Петер Скилберг Швед Петер Скилберг два месяца жил в автомобиле с заваленным снегом. Петер выехал на своем старом автомобиле 19 декабря 2011 года. Его путь лежал через лес. Там водители и автомобиль накрыла лавина. Машина с Петером за рулем оказалась под метровой толщей снега. На улице стоял 30-ти градусный мороз. У Скилберга не было еды. Он голодал до 17 февраля 2012 года. В тот день по заснеженной дороге ехали два скутериста. Необычный сугроб привлек их внимание. Парни подумали, что кто-то из водителей бросил старую машину, но решили осмотреть находку. Заглянули в салон и увидели там изможденного человека. Он не умер от переохлаждения благодаря машине. Она защитила владельца от сильного мороза. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Завтра выходит новое видео. Не пропустите. Пока-пока.